всем привет дорогие наши друзья и зрители нашего канала зря вы думаете что бомжатский стол между прочим тебе стоимость этих продуктов очень дорогая баночка тариски сколько за 100 рублей баночка бакалажанов сколько баночка 90 рублей 90 сейчас будете писать все дорого общая стоимость этих продуктов ну я думаю что рублей 500 минимум городе свои цены мы живем на севере у нас все очень дорого кабачковая икра доллар упал а цены на месте представляете вот как поднялись вот как с ростом цен с ростом доллара так и стоят доллар уже вниз а цены как жить у нас сегодня хлебцы печень трески мне сказали посмотреть чеснок ничего а ты чё я уже дня два печень крышки не трескаешь риском короче надо было поужинать дети положено на поужинали у нас нормально не лапшой не лапшой они сегодня у нас ужинали а нам вот снасти ничего не досталось и мы решили не париться и лапшу запарить вообще мы очень любим лапшу такого питания конечно вкусно зато можно ну да вот купила коньячок не купила по моему запросу короче мне ведь у меня настя весьма удивило воду чистится ну некоторые из вас знаю что мы вообще не употребляем алкоголь не я не настя самый крепкий напиток который мы пьем это квас и по моему банку на и тут она мне звонит денис мне нужен коньяк я удивился честно для чего для чего для чего коньяк то я ответила буду чистить организм я конечно я каш полубался игры у нас вообще вот в государстве нашем царстве государстве много людей так организм получается чистят с помощью коньяка то сложно говорит он денис кого найти хороший коньяк он там посоветовался на работе им кто иногда покупает балуются коньячком и мы там что-то посоветовали там я мне не правда надо всего 6 сколько там я уже не помню там что-то грамм 60 по-моему но это немного для человека который вообще ничего не пьет крепче кваса с этим 60 грамм коньяка я вообще не делать а я же тебе сегодня рассказала уже я хочу как я в детстве это чистилась я хочу это видеть шесть знаете у меня это с детства но нападает помешательства у меня начиска как листов детстве когда мне было ли 10 11 у меня мама с папой ну я соответственно мы смотрели какую-то передачу там какой-то дяденька выступал за здорово питание за тиском за такие очистительные программы в общем чего там духе зачаститель я помешалась мы помню заказали книжечки тоненькие где это все было расписано как и что я давая читать изучать было лет 11 12 10 в общем где-то примерно так тяжелый случай перед этим нужно было почиститься там вполне свеклу терла с чем-то там и смешивала сырую что там кур это был мой ужин он немало там картошку с селедкой с папой на кухне дядь гадать начнем пойдем покушаем нет у меня очистка организма и вот затем следовал другой этап там коньяк тоже касторка можно вы исключить кашторого масла и вот я как бы следовала вот этой всей программе пошаговой инструкции все это проводила чистилась вот у меня и вот сейчас не снова медленно делать на пол вами то не надо ничего что-то резко хочу так и есть хочу и надо так и есть именно сейчас раз в пять лет при ориентировочном не это когда я купила не ну ты когда числил опыта не раз организа помнишь потом все сейчас опять но у нас в квартире появился коньяк пол-литру ты неправильно вы правильно выражайся пол-литра пол-литру может это как-нибудь со зрителями так подожди ты зрителями коньячку если только с кастур грамм грамм по 30 это меньше чем 60 не 60 на двоих ты хочешь я нет а ты только в целях лечебных не более ну так мы будем на камеру лечиться определенные часы 3 часа ночи снимемся в 3 часа ночи какая-то что вы запоминайте что коньяк надо пить в 3 часа ночи а кто-либо так чистился пальцем иначе коньяк не работает монахи так еще делали давно-давно а куда-то храм кабачкова это ты верхушку чё не снял 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 черная смотри давай сниму проблема какая-то что вообще-то я снял верхушку на не хочу эту треску я хочу не хочу не любишь треску ну почему люблю мы просто мне икру хочется не всегда нравились бульончики это мы подъедаем запас у нас еще когда денис набрал от магазин до повышения цен так скажу и на самом деле не так уж и много осталось там я думаю если мы изредка будем снимать а мы снимаем изредка лапшу до лета она не дотянет хочешь мужик лучше очень хорошо это хороший очень обжигает кто во время еды кушает лук и чеснок есть такие зрители я в детстве меня час приучил сам всегда вот я помню когда еще в студенческие годы я летом с отцом работал денежки так сказать зарабатывал студенческие вот получается я же не парился с обедами там все время брала отец там обед на двоих там все его там там допустим возьмет там банк борща литровую и чеснока там хлеба на фигачи там сало тебе сколько было не только было примерно лет семнадцать шестнадцать не поделим лет семнадцать восемнадцать ну да там уже видите мне кажется высшую такое взрослые детки жену дашь этот 9 лет наяривает лук семнадцатый подавно будет пушить все попробует его и круглого бы конечно давно так или не ела мы не чакла кабачкова хочу баклажановая написано конечно ты чуть-чуть его написано баклажана похоже как на кабачкова чем открыть я всегда читаю а по цвету кабачок ну это где-то кто-то подставляет нас здесь видишь томатная паста данной по вкусу как кабачок я мою морковь баклажан лук репчатый томаты соль петрушка перец душистый армянский традиции вкуса республика армения кстати а коньяк то я тебе какую купил что армянский армянский коньяк да мне заказа посоветовали искали никакой не бери-бери армянского что у нас еще более-менее армянский до нас доходит на армянская икра баклажана и и армянская армянская это же другое уже я тебя да чего я не знаю ты говоришь коньяк армянский армянский а здесь армения ну и разница то в чем разница в голове они в букве армения короче армянский коньяк у нас есть специализированные магазины комсомольские где продаются только алкогольную продукцию эту идею взял там сам берет так как мне рассказали там здесь коньяк и там не знаю там 10 15 лет выдержки или сколько там я вот не разбираюсь в этом но они стоят четыре пять тысяч бутылочка вот она должна настенька стоять не бутылочки а в бочечке дубовой дубовой бочечки коньяк настаивается не прикольно даже кусочки чего-то попадаются морковки а ну вот цвет за счет морковки видишь тут морковь составит морковь да вот она это оранжевая тебе ты хочешь сказать наелась что ли да нет поела но это же эти всякие приправы ч и грибочек маша грибочек попробуй узнаешь для денис магазине вешенки купил упаковочки и упаковки и я раньше когда денис выращивал вешенки готовила картошку с вешенками вообще обалденно сметану там пум соус да да очень мы любили кушали всегда просто фантастический вкус я помню нас когда первого готовила я прям не знаю чуть ли сковороду всю не съел за раз насколько денис выращивал столько я делала но все те времена много чего с грибами готовили и суп у нас картошка разлеталась остановись и пицца с грибами и лазанья с грибами вешенку ели прям довольно хорошо вообще вешенка очень полезно на самом деле она чья не китайская нет наше место фермерская какая-то это гриб вешенка самый гриб самый богатый по содержанию белка в нем очень много белка и если статьи не врут которую я читал что японские ученые доказали что вешенка это гриб который во-первых что он делал он холестерин с организма может выводить больших больших количествах больших количествах холестерин вот у кого проблемы с холестерином кушайте вешенку потом опять же если верить статьям вешенка если ее регулярно употреблять в пищу она блокирует раковые вот эти клетки на каким образом сомневаюсь конечно но мне кажется никакая вешенка загрустила настенка вон есть сколько примеров то у людей среди людей которые выйдут активно образ жизни правильное питание на что он спортом занимаются ты понимаешь а потом суть как бы так все с чего да ты понимаешь вот человек который занимается спортом и правильно пытается он думает что пытается рак избежать это стиль жизни такой у человека образ жизни это не значит что он там боится рака это понятно то есть почему люди заболевают судьба такая питания не сидят дома не едят гамбургеры спортом судьба вот как вот вообще от чего и почему рак может быть только от еды от воздуха отравленного от воды регулярно употребляющие испорчены факторов но гублей но это не один живет в этом городе вот куча людей который дышит этим животным это же в предрасположенности но они не ведут не активно образ жизни питаются правильно не заболевают а вон но что почему статистика говорит о том что все одинаково болеют и те и эти чем болеют всем но почему это происходит вот вопрос до конца не изучен теления клеток изучен но просто не в курсе не в курсе даже врачи онкологи заболевают вы ожидать очень недавно они полет под богом ходят что вы тоже вот не спасти и рак желудка что любого врач какой-то давно вы знаете я не знаю даже сколько про него говорили у него дети жена врач онколог так ну что баклажановая икра ну конечно я вообще дал сегодня кабачковая кабачковая туда же он баклажан на картинке с помидором морковкой и луком изображен да такие мы невнимательные вот почему я-то внимательно я я я я не внимательно бы так до конца кабачок-кабачок не но вообще очень похоже на кабачковую икру кстати по вкусу даже знаю почему но похоже может быть там в кабачковой икре те же самые ингредиенты я вот в плане морковки там не знаю помидор лука что там же у нас петрушка перец и перец душистый черный и душистый перец в общем там содержится перца много кстати она чувствуется чуть-чуть такая да вот остренькая прям вот чуть-чуть примут не а прям чуть-чуть это изготовлено на камчатке говорят вкусно говорят вкус нет вы там писали что вкусно она вкусная да кто-то тоже бы он писал есть печень говорят где-то в москве где-то короче не помню где пишут а цену какую-то назвали космическую на печень трески не пожалеете попробуйте сходить купить и там то так там нескольких тысячах оценивается печень трески по маме кто-то написал мы наверное будем пить я уже я уже так задумалась может у нас какая-то не такая неправильная судя по цене если сравнить с ценой которую там написали не ну там может быть треска понимаешь такая прям выращенная где-то ее массажировали каждый день там кормили только такими продуктами чтобы не печень прям вот общая такая была прям вот за 2000 до это вообще просто вот лапа своим делам ее поймали и печенью не отобрали поэтому 90 рублей да местная наша простая то плывай не доплыла что дорогие наши зрители ладно хватит 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 ставьте лайки и подписывайтесь и всем пока 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 clicked а и и Субтитры сделал DimaTorzok